Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Новгородцев приглашают высказать свое мнение по поводу зачисления школьников в первые классы. Сегодня Комитет образования мэрии проведет специальную горячую линию. Что лучше, гарантированно попасть в ближайшую от дома школу или иметь право выбора учебного заведения? На сайте городского комитета по образованию размещены сразу два проекта постановления. Согласно первому, город, как и в прошлом году, делится на квадраты. В каждом квадрате по несколько школ, чтобы у родителей была возможность выбрать. А согласно второму, выбора уже нет. За каждым учебным заведением своя строго закрепленная территория. Мнения родителей будущих первоклассников в этом вопросе, как всегда, разошлись. Но решить, по какому принципу за школами будут закреплены территории, надо уже в ближайшее время. Ждем с удовольствием предложений всех наших новгородцев. Еще раз обсудим этот вопрос. И как раз мы будем обсуждать проекты постановления. То есть все-таки, что хотят наши новгородцы. Это последний этап обсуждения этого постановления. Сначала мы его обсуждали с общественным советом. Мы обсуждали с директорами школ. Мы обсуждали с заведующими детских садов. После горячей линии состоится еще и публичное обсуждение этого вопроса. Отметим, что остальные правила зачисления в первый класс останутся прежними. Прием документов будет проходить в два этапа. С 1 февраля для проживающих на закрепленной к учебному заведению территории с 1 июля появится возможность записаться в любую школу, но только при наличии свободных мест. Заявление будут принимать тремя способами. Через портал госуслуг, в МФЦ и непосредственно в образовательных учреждениях. Сегодня компания «Ритек», признанная банкротом, начнет продавать свое имущество. Деньги от его продажи будут поступать на расчетный счет компании. В интернет-магазине будет реализовываться весь ассортимент. От добытовой техники до мебели, причем со скидкой 30%. Товары покупатели смогут посмотреть в магазине на Большой Санкт-Петербургской 81. Напомним о том, что организация прекращает свою работу в связи с банкротством, стало известно в феврале этого года. Магазины сети «Эксперт» закрылись в пяти регионах. В отношении владельца «Ритека» Александра Кирбая возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На данный момент задолженность по зарплате перед сотрудниками «Ритека» составляет 22 миллиона рублей. В Великом Новгороде завершена реконструкция первой клиники Центральной городской больницы. Главный результат – реанимация переехала к оперблоку. Теперь это будет единый блок реанимации с операционной. И пациентов не придется доставлять в другое крыло клиники. Помещение площадью более 500 квадратных метров рассчитано на 12 основных койек и одну резервную. Здесь заменили окна и все коммуникации. Подведены системы жизнеобеспечения, вакуума, установлены новые подвесные консоли. Все условия созданы как для больных, так и для медиков. Для бесперебойной работы оборудования приобретен новый генератор. Отделение интенсивной терапии начнет работать с ноября. Сейчас закупаются современные функциональные кровати и новые мониторы. Предполагается, что в прежнем помещении реанимации разместятся диагностические службы. Они также создадут единый блок с приемным отделением. В Культурном центре «Диалог» сегодня начала свою работу выставка-ярмарка «Здоровье нации». Здесь новгородцы и гости города смогут приобрести товары для здоровья и бесплатно проверить работу своего сердца. Выставка будет работать до 3 ноября с 10 до 18 часов. А молодежная библиотека «Читай. Город» приглашает на выставку известного новгородского фотохудожника Владимира Щелканова под названием «Невидимый свет». Камерная, лаконичная, по-европейски сжатая, она стала первой в череде экспозиций, которыми целый год будут радовать жители и гостей города, участники дома, творческой фотографии «Мы». Вообще у нас в уставе написано «Популяризация творческой фотографии всеми доступными средствами». Ну уж когда будут доступны средства, как выставка, живая, в бумаге, не виртуальная, не электронная, в бумаге. Это несколько отличается, допустим, от того, что привычно снимают наши ребята. Ну так вот как раз и хорошо. Автор сконцентрирован на своем стиле, в своем жанре. Владимир – самобытный фотохудожник, влюбленный в жизнь, в родной город. Его работы узнаваемы. В объектив автора попадают и исторические памятники, и затерянные уголки города, и природа, и отражения в лужах. По образованию он юрист, по призванию спортсмена, в душе художник, который пытается донести до своих земляков свое фото-послание. «Мы живем в прекрасном городе, нас окружает красота». Выставка «Невидимый свет» будет работать до 3 ноября. На этом у меня все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова